Большой всем телевизорный привет, с вами на связи Аркадий и Толкенвейд. На дворе очередная суббота, а это значит пришло время подвести итоги, что же произошло у нас в игре Genshin Impact за прошедшую неделю. Усаживайся поудобней, клади себе прекраснейшую я и Мика на коленочки, и давай перейдем уже сразу же к новостям. Бадам-бадам-бадам. Опа! Начнем, пожалуй, с того, что в игре Genshin Impact наконец-то стартовало обновление 2.5, а вместе с ним начался новый глобальный ивент в Энкономии. Ивент в Энкономии открыт достаточно интересно, он открыт сразу же целиком для полного исследования с самого старта, и при этом он будет идти на протяжении всего обновления. Честно говоря, подобное событие немножко напоминает мне летнее событие с островами, когда тоже нам была открыта локация, и мы целый месяц смогли ее исследовать. Ну, там, правда, локация открывалась постепенно, ну ладно, опустим это. В любом случае, да, действительно, можно пробежаться по новым островам Энкономии и собрать огромное количество примагемов. Из приятного сундуки все подсвечиваются сразу же на карте, поэтому не придется что-то паузать и искать по интерактивке. Поэтому выбирай, как тебе удобнее проходить эту локацию, сразу же заспидранить за один день или же растянуть удовольствие на целый патч. Из хороших новостей, на прошлой неделе у нас зарелизировался прекраснейший трек под названием «Дурак и вайфу». Я очень сильно надеюсь, что он вам очень сильно понравился. Если ты все еще его не слышал, то ссылочку на данный трек я оставил в описании. Поддержи трек своим просмотром, а также, если тебе он понравился, можешь прослушивать его в Spotify, в YouTube музыке, в общем, на всех музыкальных площадках. Давай, я верю в тебя и уже потихонечку готовлю для тебя новый топовый релиз. Были подведены итоги баннера Козочки и Деда. И по итогу этот баннер получился достаточно неплохим. Он занимает третье место по продажам. Уступают только Райден, Вентиш, Ху Тао и Шань Хэ. Поэтому можно сказать, что действительно, игроки ждали двух этих персонажей и закинули туда достаточно большое количество денег. Будет интересно посмотреть на эффективность текущего баннера Яймика, а также баннера Кокоми и Райден. Что-то мне подсказывает то, что Райден уже не будет настолько успешным баннером, как он был в прошлый раз на китайской площадке. В любом случае, посмотрим, дождемся. Кстати, а ты крутил себе Яймика? И я вот себе все-таки ее выбил. Но вместе с Моной, ну ладно, опустим этот грустный момент. Как вы знаете, сейчас проходят зимние олимпийские игры в Пекине. И Genshin Impact не смогла не запалиться и именно там. Как вы знаете, в Genshin'е что самое лучшее? Правильно, музыкальное сопровождение. Именно поэтому некоторые осты из игры Genshin Impact были добавлены в официальную музыкальную подборку зимних олимпийских игр. Достаточно неплохая реклама для наших прекраснейших разработчиков. И после этого некоторые игроки понадеялись, что им выдадут огромное количество примагемов в честь этого. Но обломись, ничего нам не выдали. Да в принципе и логично, с чего вдруг некоторые игроки понадеялись, что за такой мув будут выдавать примагемов. Чуть не забыл напомнить вам про промокод, который можно активировать сейчас в игре Genshin Impact. Да, халявный промокод на 60 примагемов и 5 книжек опыта. Ниоткуда не понятно, откуда он взялся, но самое главное, его активировать нужно во время действия обновления 2.5. Очень сильно надеюсь, что ты его пропустил и сейчас его введешь. Промокод ты видишь на экране, а также он будет присутствовать в описании, если что. Вводить его нужно на официальном сайте, либо же в настройках. Тут уже как тебе удобнее. На Reddit появился пост актера озвучки, который озвучивал одного из самураев, которые встречаются в сюжетном квесте Raiden. И он поблагодарил игроков за их активность, ведь именно благодаря их активности его работа стала реальной. И он смог озвучить хоть таких и небольших, но все-таки персонажей в большой-большой игре. О чем это нам говорит? Ну, конечно же, в принципе, ни о чем. Может быть, когда-нибудь мы все-таки сможем дождаться русскоязычной озвучки, но по чесноку нет, нет и еще раз нет. Русскоязычная озвучка слишком дорого обойдется разработчикам, и я более чем уверен, что они не пойдут на подобные траты. Поэтому можем радоваться за актеров озвучки других языков. А хочешь попробовать блюдах Таиватской кухни на вкус? Если ты проживаешь в Москве, то у тебя будет уникальная возможность. Начиная с 22-го числа в сети ресторанов Чика будет проходить неделя Таиватской кухни, либо же неделя Геншин Импак, как тебе удобнее. За это время можно будет попробовать разнообразную пищу, приготовленную по стилистику Геншин Импак. Разнообразная слизь, напитки, в общем, должно получиться достаточно интересным. Плюс к этому в кафе будет запущена разнообразная музыка, и будут приходить различные косплееры. Поэтому, если ты хочешь провести время в приятной компании, таких же адротов, как и ты, то самое время обязательно туда сходить. Кстати, если ты туда сходишь, то обязательно сделаю какой-нибудь видеоотчет, и пришли его мне. Обязательно в следующих новостях об этом упомянем. В который раз удивляюсь, на что способны творческие люди. Один из наших русскоязычных игроков прислал мне вот эту вот фотографию, на которых он сделал несколько фигурок по Геншин Импак из глины. Насколько я помню, вроде бы это глина. Но в любом случае, фигурки действительно получились очень годные, и большой респект ему за такое творчество. Молодой человек, тебе определенно есть куда расти, всегда можно оттачивать свои навыки. Но они и сейчас уже находятся на достаточно приятном уровне. Как можно сохранить свои ноги в тепле? А очень легко, при помощи прикольненьких ковриков, сделанных в стилистике Геншин Импак. Значит, хожу я тут по инстаграму, и нахожу вот такой вот приятненький аккаунт. Оказывается, русскоязычная девочка делает прикольненькие коврики, на которых вышивает разнообразные символики из игры. Не посчитайте этой рекламой, ведь действительно девочка делает прикольные вещи. Ничего подобного я пока что не видел. Если хочется посмотреть, либо же, возможно, даже заказать, то ссылочку на девочку на ее инстаграм я оставил в описании. Вот такие вот действия произошли у нас в игре Геншин Импак за прошедшую неделю. Надеюсь, что у тебя все хорошо, ты жив цел орел, а уже завтра, в воскресенье, я буду ждать тебя на отдельной прямой трансляции, где мы с тобой пообщаемся, поиграем в Геншин Импак и обсудим всякие наболевшие вещи. А на сегодня это все, большое спасибо тебе за просмотр, и до встречи в следующем видео. Пока-пока.